Здравствуйте, Эльвира Робертовна. Добрый день. Приятно видеть вас в нашей студии. Спасибо. С 1 января 2021 года началась декларационная кампания. До какого срока необходимо отчитаться о доходах и за какой период? Граждане и индивидуальные предприниматели должны отчитаться до 30 апреля по итогам 2020 года. А какие категории граждан непосредственно затрагивает декларационная кампания? Кто должен отчитываться? До 30 апреля должны предоставить налоговую отчетность. Это индивидуальные предприниматели, применяющие общеустановленный режим. Это адвокаты, учредившие адвокатские конторы, нотариусы и граждане, которые продали в прошлом году какое-либо имущество. Это автомобили, гаражи, квартиры и так далее. Которые сдавали в аренду какое-либо имущество, которые получали подарки безвозмездные, не от близких родственников и так далее. Еще получали, например, доходы за рубежом. Вот эти граждане обязаны до 30 апреля обязательно предоставить налоговую декларацию 3 НДФЛ. А какими способами можно заполнить и сдать налоговую декларацию? Ну, сдать налоговую декларацию и заполнить есть очень много различных способов. Но на сегодняшний день все-таки Федеральная налоговая служба рекомендует гражданам перейти на электронный документ и оборот. Так как юридические лица, индивидуальные предприниматели уже практически к 100% подходят, они перешли на электронный документ и оборот с налоговым органом. Так и физических лиц на сегодняшний день мы привлекаем к электронному документу и обороту. Мы рекомендуем гражданам заполнять налоговую декларацию в программе, которая находится в личном кабинете налогоплательщика, физического лица на официальном сайте налоговой службы налог.ру. Данный личный кабинет представлен Федеральной налоговой службой и в данном сервисе аккумулирована вся информация о налогоплательщике. То есть раньше, если гражданин заполнял налоговую декларацию в программе, была определенная программа, которую можно было скачать себе на компьютер и заполнить. Там нужно было очень много действий делать, нужно было вводить свои доходы, предприятия, расходы, персональные данные. На сегодняшний день в личном кабинете все персональные данные гражданина уже имеются в наличии, все доходы аккумулированы тоже там же по годам. Также имеется полностью все ваше имущество. То есть в принципе декларация заполняется в один-два клика. Если вы, например, хотите заполнить декларацию на обучение или лечение, вам нужно только одну сумму поставить, например, 20 тысяч за обучение ребенка, и все, и нажать «Отправить». Отправляется эта декларация, подписывается, точнее, неквалифицированной подписью физического лица. Она предоставляется также в личном кабинете, то есть нужно просто нажать на кнопочку «Получить электронно-цифровую подпись», и она выдается в течение нескольких минут, вы направляете. То есть она является такой же подписью, как и подписываете на бумаге. Ну и, естественно, есть еще несколько способов представления налоговой отчетности. Можно сдать налоговую декларацию в МФЦ, многофункциональный центр, можно сдать в налоговую службу, написать ее от руки, на компьютере набрать, то есть любые способы, пожалуйста. И здесь сделаю акцент, что декларация должна быть представлена физическим лицом только по месту прописки. Поэтому, если вы отправляете по почте, обязательно указывайте налоговую инспекцию, в которую вы должны отправить. Если вы в личном кабинете направляете налоговую декларацию, то она автоматически уже сама выбирает налоговую инспекцию, в которую вам нужно отправить эту отчетность. Ну, то есть, я так понимаю, что у нас все-таки налоговая инспекция, которая под номером 25, я так понимаю, да? Да, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан, номер 25. Головной офис, мы уже неоднократно это говорили много раз, что находится в городе Шимбай, улица Стахановская, 65. Декларацию о доходах необходимо сдать не позднее 30 апреля 2021 года. Какие сроки установлены для уплаты налогов на доходы физических лиц? Если гражданин заполнил налоговую декларацию и по ней вышла сумма к доплате, то эту сумму он обязан заплатить до 15 июля 2021 года. Если гражданин не оплачивает своевременно данную сумму налога, то с 16 июля уже начинаются начисляться пени 1,3 ставки рефинансирования за каждый просроченный день. Соответственно, за несвоевременное представление налоговой отчетности позже 30 апреля гражданин будет привлекаться к налоговой ответственности. Штраф будет составлять от 5%, не более 30% от неуплаченной суммы, но не меньше 1000 рублей. Если на основании проверки налоговый инспектор начислит гражданину сумму налога, то плюс еще штраф будет 20%. Если гражданин все-таки умышленно укрывал свои доходы и свои налоги, то, соответственно, сумма штрафа увеличивается до 40%. А как уплачивать налоги от сдачи имущества в аренду? На сегодняшний день никому не секрет, что многие граждане сдают свои квартиры в аренду. Есть граждане, которые сдают и не только квартиры, и иное имущество, например, гаражи, нежилые помещения, автомобили. Эти граждане тоже обязаны до 30 апреля представить налоговую декларацию и, соответственно, должны исчислить сумму налога. При этом они должны приложить копию договора аренды. То есть на основании налоговой декларации 3НДФЛ данный гражданин при аренде имущества будет исчислять себе налогу и ставка налога будет 13%. Это у нас единая ставка НДФЛ. Но на сегодняшний день есть альтернатива для таких граждан. Так скажем, новый налог это налог на профессиональный доход. По-другому называют его самозанятые. То есть гражданин может перейти на упрощенный вариант налогообложения. Очень много преимуществ в этом виде нового налогообложения. Если вы платили 13% налог, то здесь у вас будет, если вы осуществляете деятельность с физическими лицами, то 4%. Если с юридическими лицами, то 6%. Ничего сложного абсолютно нет. Декларации представлять налоговую инспекцию не надо. Даже ходить налоговую инспекцию не надо. На сегодняшний день налоговая служба продвинулась очень далеко. Если брать все государственные структуры, она занимает лидирующее положение. И разработано новое приложение «Мой налог». Его можно скачать с интернета. Устанавливается на мобильный телефон. Проходит сканирование паспорта. Делается селфи-фотография. И вы являетесь уже самозанятым. Если вы осуществили какую-то услугу, вы забиваете сумму налога. И в следующем месяце вам приходит сумма уже налога к оплате, то есть сообщение. Здесь же плюсом есть бонусы, которые уменьшают сумму налога. Поэтому если вы осуществляете не только какие-то услуги по аренде, а любые услуги, и у вас нету наемных работников, то, уважаемые граждане, в принципе, могут перейти на данный режим налогообложения. Упрощенный вариант. Можно спать спокойно и законно оплачивать налоги. Понятно. А расскажите, пожалуйста, про возврат налога по расходам на пенсионное страхование. На сегодняшний день на страницах интернета и в социальных сетях, мессенджерах бродит ролик об возврате налога на доходы физических лиц с пенсионных взносов. Если честно сказать, то данный ролик является фейковым. То есть он несет недостоверную информацию. На сегодняшний день в налоговую службу, в частности, в Межрайонную инспекцию номер 25, поступило более 10 тысяч налоговых деклараций по возврату по пенсионным взносам. То есть граждане, насмотревшись этого ролика, стали представлять налоговую декларацию по возврату. Это делают не только физические лица, это делают и бухгалтера, целыми предприятиями направляют нам эти декларации. А налоговые инспектора день-ночь, не закрывая глаз, проверяют эти декларации, пишут акты об отказе предоставления данного вычета. Конечно, есть категория граждан, которые могут получить данный вычет. Это граждане, которые заключили договор с пенсионным фондом на дополнительные, дополнительные, еще раз акцентирую, дополнительные пенсионные взносы в накопительную часть пенсии. Если у них есть на руках договор, если у них есть подтверждающие платежные документы об оплате этих страховых взносов, то, соответственно, они могут подать налоговую декларацию и получить 13% с этих дополнительных взносов. Некоторые крупные предприятия заключали централизованно договора с пенсионными фондами и с государственными и с негосударственными пенсионными фондами о дополнительных взносах своих работников, пенсионный фонд. В таком случае работник может обратиться в бухгалтерию, и бухгалтерия предоставит справку о выплате данных взносов, и гражданин также может получить данные вычеты. Поэтому, если вы все-таки подали налоговую декларацию, и она неправильная, то налоговая служба все-таки рекомендует представить уточненную налоговую отчетность к нулю, чтобы хотя бы немножко облегчить работу налоговым инспекторам. Понятно. Эльвира Робертонна, а что такое единый налоговый платеж? Единый налоговый платеж – это уже второй год, новый такой термин в налоговой службе. Так скажем, налоговый кошелек. На сегодняшний день гражданин может положить какую-то определенную сумму на этот кошелек и не заботится об оплате налога. То есть приходит срок уплаты, например, имущественных налогов, 1 декабря всем известные, и с данного кошелька сумма налога сама распределяется по бюджетам. Например, часть идет на транспортный, на имущество, на налог на землю. То есть гражданину на сегодняшний день не нужно ждать даже квитанции, не нужно идти в банк, заполнять там от руки или в компьютере, вдруг он неправильно что-то заполнит. То есть ты забыл даже об этом, заположил сколько ты там денег, рублей тысяч. Главное, чтобы хватало. Да, чтобы хватало. Первое, естественно, будет уходить на погашение задолженности пеней. Распределять будут налоговые органы самостоятельно, без ведома уже налогоплательщика. Если, например, на сегодняшний день налогоплательщик заполняет налоговую декларацию 3 НДФЛ по возврату, например, за покупку квартиры, то он заметит, что в личном кабинете программа просит его распорядиться задолженностью. То есть если возвращать налог с, например, покупки жилья, если задолженность у гражданина была, например, 500 рублей, то автоматически 500 рублей снимутся с этой суммой. То есть гражданин на 500 рублей получит меньше. Хочет он этого или не хочет, то это будет автоматом сделано. В таком автоматическом режиме и будут сниматься налоги, да? Очень удобно, кстати. Да, да. Когда можно представить документы на льготы? Есть какие-то сроки? Да, с 1 января этого года была развернута широкомасштабная информационная кампания по льготам по имущественному налогу. Налоговая служба это делает для того, чтобы произвести массовый расчет, уже учитывая льготы, чтобы граждане ближе к концу года не приходили, не говорили, что у них неправильно исчислен налог. И данная информационная кампания была у нас до 1 апреля, но мы ее продлеваем до 1 мая. Поэтому рекомендуем граждан, которые имеют право на налоговые льготы, предоставить документы до 1 мая. После мая уже начнется массовый расчет, чтобы уже квитанции сформировались правильно. Льготами у нас пользуется очень много категорий, это и ветераны, инвалиды, пенсионеры, многодетные. Если вы являетесь предпенсионером, пенсионером, инвалидом, многодетной семьей, членом многодетной, точнее родителем многодетной семьи, то документы представлять вам не нужно. В соответствии с информационным обменом с органами пенсионного фонда, органами Росреестра, социальной защиты, мы получаем эти сведения и сами уже предоставляем льготу. Но если вы имели, например, квартиру и являетесь пенсионером, но вам до сих пор приходит налог на имущество, то, соответственно, позаботьтесь самостоятельно о предоставлении льготы. Вам нужно посетить налоговую инспекцию или многофункциональный центр, ну, соответственно, или по почте направить, ну, любимым способом, через личный кабинет, направить заявление, подтверждающее документы. И уже налоговый орган рассчитает вам за три последние годы эту льготу, и, то есть, будет налог или не будет, уже сообщат вам. Эльвира Робертовна, а когда будет проходить День открытых дверей? День открытых дверей – это очень популярное мероприятие в налоговой службе. И в эти дни посещаемость очень огромная. Граждане хотят или получить имущественный вычет, или заполнить налоговую декларацию. То есть, это бывает у нас весной и осенью. Но прошлый год у нас, всем знают, была пандемия, поэтому День открытых дверей не проводился в налоговой службе. И на сегодняшний день мы будем проводить мастер-классы. Теперь мы их так назвали. Это будет 10 и 24 апреля. Это будут субботы. 10 и 24 с 10 до 3. На этих мастер-классах мы будем обучать граждан заполнять налоговую декларацию через личный кабинет налогоплательщика физического лица. Так как я вам сказала, что федеральная налоговая служба идет в ногу со временем, и переходим на электронные документы обороты, переводим физических лиц. Мы расскажем, как получают вычеты за покупку квартиры, за строительство, за лечение. Ну, за любой вычет, который можно получить. Мы все это расскажем, все покажем, как делать, все научим. Большое вам спасибо за ваши ответы. Спасибо вам тоже. Думаю, что после этого интервью у нас станет больше людей, которые будут ложиться спать спокойно и просыпаться также. Спасибо. 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 Спасибо.